После, так сказать, этого конфликта в суде я увидел Владимира Минеева, он был в порядке, и вопрос его не поменялся, драться-то будем, драться-то будем, вот, ну, вопрос все тот же, как бы. Меня вообще ударили, вот, конкретно, чуть вот, нос не сломали. Обильно, конечно, что кто-то вмешался, кто-то лезет, очень обильно, очень не понравилось мне, там, не мешали, да. Когда я с Александром дрался, который на 23 килограмма больше меня, там, или Штырковым, который, там, гигант, мне никто не помогал, я сам справлялся в клетке, и там тоже я сам справился. Да, это нехорошо, когда много людей агрессивно нападает. Я, конечно, прошу прощения, дорогие друзья, я, конечно, прошу прощения, но это разговор толпой, били его, там, туда-сюда, вот, да. Я вас прошу, ну, все, прекращайте. Да, мы, этот, да, это нехорошо, когда много людей агрессивно нападают, там, били, сказать, толпой, тоже нельзя вот так, вот так стучали ему, там, не знаю, вот так, 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 так. Не, как, как вам сказать, его даже не били, так, просто, просто, да, я не знаю, он, меня били чуть-чуть, меня вообще ударили, вот, конкретно, чуть вот, нос не сломали. Это вот ударили, а то, что его там чуть-чуть по башке, вот, это, это мелочи, дорогие друзья, он вот так закрылся, вот так стоял, его минаков все там прикрыли толпой, его бить особо не давали, да, чуть-чуть там, небольшой сумбур был, от того, что он, ну, такая, в этот вечер он был такой раздражающей личностью, которая раздражает. Да, и там говорили, что мои ребята там, его там напали, его били, там, в основном, ребята мои как раз-таки разнимают, там, Артур Алибулатов, там, все стояли, разнимали, там, такого не было, что мои ребята его били, там, просто, зрители, которые проскочили, зрители, они его били. Я прошу, конечно, прожили, но вот эту прагедию, и из него жертву делать не надо, пожалуйста. Хочу поздравить Вячеслава Васильевского с победой, Слава, поздравляю тебя, ты большой молодец, я тебе обещал, что мы вернемся на эту победоносную тропу, и мы вернулись на эту победную тропу. Молодец, Слава. Хочу также выразить свое уважение и поблагодарить команду Гор ММА и Богдана, в частности, который принял бой с Вячеславом Васильевским на коротком уведомлении. Настоящий мужчина, желаю тебе скорейшего восстановления и возвращения в строй. Вот. Теперь перейдем к конфликту Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова на прошедшем турнире АМС. Пока еще бой не начался, но руло Алиева и Александра Гребнева, Владимир подошел ко мне. И говорит такое, типа, ты драться-то будешь со мной? Я говорю, ты что, драться хочешь, что ли? А вот ты драться-то будешь? Я говорю, ты что, драться хочешь, что ли? И вот так где-то приблизительно начало разговора, ну, меня и улыбало это. И он говорит, я сейчас зайду в клетку, там, буду, там, туда-сюда газовать, там, и так далее, буду что-то делать. Я говорю, ну, тебе этот бой нужен, ты уже сам смотри, что делать, газуй, короче. Сейчас тебе это нужно. И вот на этом разъехались мы. Знаете, возможно, это было бы такое интересное шоу, интересная составляющая, там. Если бы он меня не выбешивал своим поведением, возможно, я зашел бы, и мы нормально с ним что-то там придумали бы, по ходу дела. Просто он меня выбешивал. Он отвратительное поведение, неуважительное. Тем более к парню, который только что проиграл и пытается что-то сказать, да? Ну, вот сейчас хочу сказать, Александр, ты большой молодец. Ты шел до конца, шел вперед, проявил себя как настоящий боец, как настоящий будущий чемпион. Впереди тебя ждет только победа. У тебя все получится. Теперь, когда ты стоишь со мной в клетке, да, и пытаешься сделать шум, там, шоу, да, имей в виду, я же могу и дернуться. Немало с кем я проворачивал этот трюк, когда я делал движение вперед. Его тоже я, в принципе, понимаю. Я сделал это движение вперед, он там чуть-то, я не знаю, не кувыркнулся там. Так дернулся, Владимир Минеев, как будто бы, я не знаю, сейчас он побежит. И это так выглядело. И я понимаю, что он чуть-чуть в минусах, как бы, получалось. Никто не... А я сам не ожидал, что он так прям испугается вот этого движения. Ему надо было реабилитироваться, и он думал, вот сейчас он потянется ко мне, и я тоже, как бы, дернусь. А я не дернулся. А это уже... Это уже... Это конфликт. Обильно, конечно, что кто-то вмешался, кто-то лезет. Очень обильно, очень не понравилось мне это. Мне мешали, да. Наверное, люди думали, что они хотят мне помочь, но они не мешали, на самом деле. Вот. Когда я с Александром дрался, который на 23 килограмма больше меня, там, или Штырковым, который, там, гигант, мне никто не помогал. Я сам справлялся в клетке, и там тоже я сам справился. Да, я поругал своих близких, весь у меня мои ребята, которые не сдержали, да, на эмоциональном фоне нашей предыстории, там, и так далее. Они не сдержали себя, и я их поругал за это. Ну, вот, произошло, как произошло. Вот. А то, что было после, это, конечно, у меня... Когда я был в клетке, я и не понимал, что пока я там хожу, его продолжают там бить, Владимира. Это я увидел вот сейчас, когда вышел оттуда с полиции, я увидел, по телефону пересматривал ситуацию, да, и мне было грустно видеть, что люди так сильно хотят бить его, так много людей хотят бить его. Ему тоже нужно призадуматься, почему, почему его так много людей хотели бить. Вот. Мне неприятно было видеть это, на самом деле. Это очень плохо. Нельзя так делать, нельзя так нападать на человека. Вот. Я там в клетке, я думал, что, знаете, когда я его повалил, напал на него, повалил, и... В один момент меня начали бить, знаете, по голове. То есть, вот это, ну, по носу, вот здесь есть на щеке такие у меня. И я в один момент подумал, эй, что происходит? Где мои ребята? Почему меня так спокойно бьют сверху? У меня вот такой момент был. И они меня бьют, а я думаю, а я тебя буду бить, короче. И я бил, короче, меня его чуть-чуть. И в один момент я вылез оттуда. И вроде так со стороны смотришь, там где-то кто-то что-то машет, но в основном толпа стоит, не машет руками там. Мне казалось, уже все закончилось, на самом деле. А получилось так, что его продолжали бить там. Грустно за этот момент. Мне неприятно, что его так били толпой. Пока я там ходил, да, я и... Вот сейчас увидел я это по телефону, и мне неприятно. После, так сказать, этого конфликта в суде я увидел Владимира Минеева. Он был в порядке. И вопрос его не поменялся. Драться-то будем. Драться-то будем. Вот, ну, вопрос все тот же, как бы. Не знаю, вы скажите мне, дорогие друзья, с кем я буду драться. Это вы уже скажете. Друзья, наверняка вы уже в курсе, что Бодимания выпустила свою линейку одежды. Множество вариантов для повседневной жизни, а также для зала. А также напоминаю про наши продукты спортивного питания. Мы на рынке уже три года. Рыбий жир, аминокислоты, комплекс для кустовых и связок и эль-карнитин. Все это доступно на Wildberries с 40% скидкой. Это намного дешевле, чем в спортивных магазинах. Залетайте по ссылке в описании. Цены и качества вас приятно удивят.